Первое, первым делом, убираем сосредоточение на победе. Нам важно не победить, нам надо для начала научиться тратить ресы грамотно. То есть грамотная трата ресов, постройка рабочих, ну конечно же контрольные группы лучше использовать, но это такое, ну как бы и так понятно, да. А что мы делаем сейчас? Мы играем без газа. Вот, то есть большинство новичков тут стартует, они сразу пытаются там повторить какой-то сложнейший билд с батлкрузером, либо без билда пытаться выйти в батлкрузера, либо еще какие-то волшебные штуки, но всегда в них присутствует обычно батлкрузер. То есть, ну, я не встречал новичков, которые, короче, лупили без батлкрузера, да. Вот, а нужно научиться привыкнуть, первое, просто тратить деньги без газа, строить рабочих, да, привыкнуть, вот как рабочие строятся у Терана. И, в принципе, вот, я этим сейчас буду заниматься. Вот приходит ко мне протас, мы ставим СЦеху. Вот, моя цель просто без остановки лупить рабочих. То есть, вообще не останавливаться. Потом налупить Мариков и все, и пойти крушить. Здоров, Серега. Вот. То есть, видите, он пришел, он мешает мне. Ну, вот, не сидится ему спокойно. То есть, не может он взять и просто там. Чуть-чуть, ну, сесть и играть он не может. То есть, ему надо вот мешать. А мы просто строим рабочих. Потому что мы не мешаем. И чем она мешает? Ну, вот. И все, построили 30 цех и начинаем строить этих уже. Мариков готовится. Вот. А желательно на Мариков, опять же, посмотреть в мой супер документ. Ну, вот. Мы альтабаемся и смотрим на гайд. Да? То есть, открываем его, вот, ну, собственно, гайд свой. И вот я его сейчас смотрю в Дискорде перед глазами. Типа Мариков я могу построить без реактора 3, да? Сейчас не буду на телефоне открывать. Берем калькулятор сразу в онлайне, да, входим. Калькулятор. Кстати, гайд, про который я говорю, можете скачать в Дискорде. Напоминаю, на всякий случай, если эта запись попадает. Вот. То есть, 3 марика с одного барака. А у нас добыча, короче, будет с 3 барас 2700. Мы берем 2700, делим на 150, да? 18 бараков. Все. И все. И все. Мы просто тратим резы, да? То есть, следим за саплайками. Обычно нам нужен один ксм на саплайе. Мы его сразу на контрол 2 будем бинзить. Все. И вот этот парень у нас просто саплай. Ну, круто, да. Агрессивные обуви. То есть, наша задача, вот. Достроился саплай, делаем следующий. Достроился барак, делаем следующий. И все. 18 бараков, как я и сказал. И, в принципе, ну, мы засинхронизируем все цецехи. Заметьте, мне не надо никаких этих... Там... Супер цецех пока что, да? Вот. То есть, мне нужна просто толпа мариков, 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 мариков. И все. И вот. И мы просто сидим, клацаем кнопочки и следим за производством. То есть, достроился саплайчик, следующий. Достроился барак, следующий. Достроился марик, заказали следующего. Везде по одному, по два максимум, да? То есть, у меня вот по два рабочих везде заказано. Вот. Сейчас вот этого переведем сюда. Сюда барак. Сюда саплай. Вот. И все. И строим, 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 строим. Пока мы не насыщим три базы. Вот это вот штука, которую нужно трекировать. С этого начинается всегда, ну, именно классная теория в практику. Вот. Считаем, что шесть рабочих. Когда достроим, сделаем по супер бараку. Ой, по супер цехе, чтобы еще инкам увеличить. Уже можно больше саплаев пихать в этот в лимит. Смотрите, 30 цехи. 4,30 полная экономика. Трехбазовая. Минеральная. Вот. Все. Дальше мы рабов не строим. Раз у нас рабочие остановились. Производство. Можно уже по два барака строить. Даже по четыре, наверное. И все. И строим лимит. И как я говорю, играем не пассивно. Вон, настроили что-то. Нажали в два клик. Вот. Сколько у нас бараков уже? Восемь. А надо было восемнадцать, как я говорил. Да? Раз, два, три. Еще. Еще. Восемь плюс шесть. Сколько там? Математики. Восемь плюс шесть это у нас... Блин, что-то плохо считается. Я тут задумался. Восемь плюс шесть это четырнадцать, конечно же. Вот. Учитывая... Учитывая, что нам надо восемнадцать. Надо еще чуть-чуть построить. То есть четырнадцать плюс четыре еще. Вот. И видим, что из-за кучи соплаек в очереди, у нас не хватает денег. Мы кидаем как раз таки мулов. Вот. Четырнадцать плюс четыре. Собрали. Что-то делается, чем сопротивляется, да. О, он в контрпуш вышел. Вот. И все. И отсюда мы начинаем чистый продакшн. То есть максимальное производство. И мы видим, что, в принципе, безостановочный у нас стрим мариков начинается, да. С каждого барака, заметьте, по одному марику. Почему? Потому что мы классно посчитали. Посмотрите, все резы сливаются в ноль. И у нас нету кучи лишних в заказе юнитов. Вот. То есть, вот и вся. Вся математика. Посмотрим, есть ли у него третья. И тут посмотрим. Заметьте, мы чуть-чуть посчитали. И все. И у нас прям все идеально. А тут есть третья, да. И тогда мы будем нападать отсюда. Сейчас перегруппировываемся. Ну вот. И все, идем в атаку. 160 лимита уже хватит в атаку. Можно, в принципе, в четвертую выйти. Потом туда настроим юнитов. И все. И в два клипа сюда вот делаем. Черепахину на пиво. Ой, на пивку. Спасибо. Вань. Ой, не забываем. Во время атаки дозаказываться. То есть, ну, у мариков ДПС дичайший на самом деле. О. То есть, эта штука крутейшая. Кстати. Вот. Механика ГМЛ уровень 1. Ой. Таким билдом можно и в ГМЛ выйти так-то. Вот. Это классное, типа, развитие механики для начинающих. Да. Вот для начинающих развитие именно механики просто строим. Не нужно усложнять. Да. То есть, он... Вот наш зритель. Он явно какие-то гайды смелил. Да. То есть, он, в принципе, видит там 3-4 гейт робот, блинг. Он, в принципе, пытается сделать билд красиво. Вот. Но на чем нужно сосредоточиться? Опять же, протасу, например. Сделать экономику в 4.30. Да. То есть, вот он бусты не тратит. В целом, даже пробок нормально строит. Но экономики вот из-за этого не хватило. А почему? Потому что сейчас у него куча сложных вещей. Да. У него копится газ. Ему надо думать, как его потратить. Копятся минералы. Тоже надо думать. А можно не думать. То же самое. Наделать тысячу зелков. Зелками меня начать давить. Да. То есть, он мог сначала построить 4 зелка. Привезти ко мне. Они бы меня уже там давили. И у нас была бы беготня дикая. Вот. Ну, то есть, примерно так это работает. И, ну, по сути, вот я... Как понять, хорошо вы сделали или нет? Делайте вот этот шаг. Учитесь, получается, тратить... Строить рабочих без перерыва. Тратить ресурсы. То есть, вы просто сидите. Вначале вот x8 включаете. Смотрите тупо на ресурсы. Это раз. На продакшн это два. Да. То есть, у вас должно быть... Здесь всегда меньше где-то 400. То есть, меньше базы. А здесь всегда должны строиться рабочие. Только сколько у вас там настроено. И все. Я смотрю, видите, у меня без остановки. Рабочие, 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 рабочие. Это достроится по 3 рабочих. Марики пошли без перерыва. И все. Я просто вижу, что у меня ресурс постоянно 0. То есть, мой ресурс постоянно вот... Ну, 200 там, всякое такое. Вот. И все. И просто без остановки я строю, 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 строю. Потом все вот эти навыки, их можно применить на любой билд. И делать его, ну, намного эффективнее, когда вот вы механически с этим справляетесь. Вот. То есть, 18 бараков, 3 базы. И все. И делаем лимит. Вот. Заметьте, лимит к 8-й минуте уже под 200 был, да? То есть, вам не нужны газы. Вам не нужны какие-то там сверхнавыки, чтобы собрать 200 лимита к 9-й минуте. Да? То есть, вот если момент до атаки посмотреть, у нас уже 165. И у нас 18 бараков, да? А 18 бараков дают нам 3 марика в минуту, они дают нам 54 лимита в минуту. 54 лимита! Каждую минуту вы повышаете свой лимит на 54. То есть, на 9-й минуте у меня будет 200 стопудово. Да? Я их если солью, то я соберу обратно 200 лимита, минус 60 рабов, за 3 минуты. Ну, то есть, вот так это работает. Продолжение следует...